Приветствую вас! Я думаю, что самым лучшим решением вашей ситуации было бы открыто выразить те чувства, которые у вас имеют место быть, потому что то, что вы боитесь ему сказать о чем-то, это лишь только увеличивает недоверие между вами, это лишь только показывает человеку, что он недостоин, к примеру, не достоин вас, к примеру, не достоин того, чтобы быть счастливым, вот. Ну, то есть, то есть, короче говоря, ничего хорошего как бы из этого не получится, в принципе, если вы будете так себя вести. Первое, это открыто рассказать о своих чувствах, вот. Второе, что важно сказать. Вы не можете помочь ему, не можете помочь мужчине, справиться со своими, ну, какими-то комплексами, какими-то проблемами, потому что у вас нет соответствующих навыков, соответствующего образования и соответствующих условий для того, чтобы это сделать нужно. То есть, вы хотите, вы пытаетесь для него быть психотерапевтом, но правда здесь заключается в том, что сделать это вы не в силах, просто потому что никто не может быть психотерапевтом для своих близких людей, это невозможно. Ну, а вы, вы почему-то решили, что можете это сделать. Это ваша такая вот, ну, достаточно классическая, я бы сказал, ошибка, потому что многие люди ошибаются подобным образом. Многие люди, очень много. Люди, они, вот, руководствуются благим, в принципе, желанием помочь. Они хотят помочь, это желание нормального, да, но в итоге получается только хуже, потому что, еще раз повторяю, вы не психотерапевт. И психотерапевтом быть вы не можете. То есть, было бы странно, если бы, ну, вы, даже обладая соответствующими знаниями, да, было бы странно, если бы вы для своего молодого человека смогли быть психотерапевтом, это очень редкое явление, практически не бывает такого. Вот. То есть, если у человека есть некие трудности, то ему нужно, нужно с ними работать вместе с психологом, то есть, со специалистом, если он хочет на самом деле с ними разобраться, ну, со своими проблемами, которые у него есть. В противном случае, извините, но, можно говорить об этом, что, что он этого, просто говоря, не хочет. Вот. Это такой момент. Далее, вы пишите, что вы его любите. Вы пишите, что вы цените его заботу. И вы пишите, что, значит, от этого у вас к нему сексуальное желание. Ну, понятно, я надеюсь, что в сексе очень важно разговаривать, и если у вас нет какого-то такого вот доверительного формата разговора о сексе, то будет проблем. Это первое. Второе. У вас имеет место быть противоречием, согласно которому вы, значит, то вы его цените, очень любите и хотите, то вам тяжелее и тяжелее сравняться с негативом. Это противоречие, потому что если вы человека любите, то вы принимаете его любимым, даже с негативом. Другое дело, что воспринимать этот негатив на свой счет вы совершенно не обязаны. Вот. А говорить о твоих сексуальных желаниях, это, в принципе, вполне естественная история. И то, что вы, к примеру, боитесь данного момента, да, то, что вы опасаетесь, это свидетельствует о том, что вы, возможно, либо достигаетесь того, что вы хотите, например, либо обесцениваете то, что вы хотите. Ну, то есть, есть какие-то предпосылки для того, чтобы именно так воспринимать данную ситуацию. Вот. Ну, совершенно очевидно, что тут вам тоже нужна помощь, чтобы разобраться. Вот. С другой стороны, вам, ну, в общем-то, действительно может не нравиться то, как ведет себя человек. То есть, вам действительно может не нравиться его негатив. Здесь очень важно разобраться с причиной того, почему этот молодой человек сейчас, судя по тому, что вы описываете, вам доверяет больше. Именно поэтому, именно потому, что он вам доверяет, он начинает раскрываться. Вот. Да, это, к сожалению, не очень, не очень хорошая история в данном случае. В общем, там, этот человек скрывает, по сути, на ваш свой негатив. Но, это, по крайней мере, свидетельствует о его доверии. И вы данное доверие можете использовать конструктивно для себя. Как? Это уже вопрос немножечко другой. Например, вы можете использовать доверие, ну, я имею в виду, его доверие для того, чтобы направить его к специалисту, к психологу и так далее. Можете сделать так. Можете как-нибудь еще поступить. Вот. То есть, вот здесь момент, на мой взгляд, как бы так сказать, здесь момент, на мой взгляд, не очень разобран в том, и потому, что проблема для вас не совсем очевидна проблема. То есть, для вас проблема секса или проблема той, что молодой человек, ну, вот так вот себя ведет, да, то есть, как бы, что сливает там на вас негатив и так далее. Это то, на мой взгляд, ну, что желательно бы разобрать. То есть, если проблема секса, это одно, если проблема для вас другая, то, соответственно, это другое. Но, важно, чтобы вы понимали, что конкретно является для вас проблемой, и что вы хотите решить. Вот. Когда вы говорите, что, оп, я не могу заставить его себя хотеть, да, вы не можете заставить себя хотеть, но мы говорим о том, какова природа вашего желания. То есть, если это просто сексуальное желание, то это одно. Если это желание обусловлено психологически, то это нужно разбирать. Как бы вы любовь мужчины не связывали честным образом с сексом. Если это так, то это далеко не лучший расклад, к сожалению, ну, для вас. Вот. Если это так. Так что, здесь нужно заострить, ну, заострить, на мой взгляд, внимание именно на это. Потому что это важно. Очень важно. Вот. Так. На что я не говорил, пока мы были. Так. Нельзя же следить, любые ласки для меня нет, Абу. Ну, может быть, я не умею представить. Это нужно исследовать, опять же. Может быть, но мне кажется, вряд ли. Мне бы хотелось поцелуев. Просто можно без привести. Нужно об этом говорить, выражать свои чувства. Ну, значит, как урегулировать. Для начала вам все-таки более такой стабильный и уверенный вектор поведения выражения выбрать. Это первое. Второе. Это, на мой взгляд, чтобы мужчина обещал свои проблемы. Возможно, совместные консультации с психологом. А вместе с вами, возможно, один. И третье. Это поработать с вашими установками и вашей позиции. А также, почему вы были в разводе, да. То есть, из-за чего случился развод, это тоже может влиять на текущие отношения. Особенно, если развод не проработан. Что-то касается того, что мужчинам нельзя отказывать секс, на мой взгляд, это не более чем стереотип, это просто легенда. Потому что можно и нужно мужчине отказывать секс, если у этого есть основание. Безосновательное нельзя. Основательное, вот. То есть, если есть причины, если есть причины, почему вы отказываетесь. Так что может? Это так. То есть, в целом, я бы вот такие моменты, важные вопросы бы выделил. Выделил. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.